Несколько недель назад был такой юбилей. 50 лет назад в Минске состоялся первый рок-фестиваль. В советское время это было все запрещено, конечно, эта музыка. Но власти увидели, что поделать ничего с этим невозможно, потому что особенно в студенческой среде, то есть в институтах, именно в институтах в первую очередь, создавались, ну и в школах тоже там и так далее, начали создаваться эти рок-группы гитарные. И тогда они решили взять все это, так сказать, под свой контроль и в свои руки. Вот тогда в Радиотехническом институте впервые разрешено было проводить вот этот первый, ну тогда назывался не рок, а биг-бит фестиваль. Апрель 1968 года. Актовый зал Минского Радиотехнического института. Первый в СССР фестиваль рок-музыки. Эти кадры снимала киностудия «Беларусьфильм». Но документальный фильм с интригующим названием «Тринадцатый маршрут» на экраны так и не вышел. Его запретили. А спустя девять лет уничтожили все копии. Но одна все же сохранилась. У оператора фильма. Дома. Какую же крамолу усмотрели идеологи конца 60-х в этом десятиминутном репортаже? Какая же угроза таилась в музыке с двусмысленным названием? Рок. Не разрешали западные песни играть и петь. Разрешали только песни советских композиторов. Ну или фольклорные какие-то там, народные песни. Вот такое было. Но так как все не очень-то хотели советские песни советских композиторов петь, обычно в то время все писали свои песни и свою музыку. Ну а я в свое время поступил в Минский архитектурно-строительный техникум. После восьмого класса. Почему после восьмого класса? Дело в том, что мой отец был очень болен. У него была астма в такой плохой форме. И мама боялась, что у меня сестра была, чтобы все-таки семья, в семье был кормилец. И поэтому мама настояла, чтобы я не до одиннадцатого класса учился, до десятого, я не помню, как тогда учились. А именно пошел, имел уже профессию. Поэтому после восьмого класса я поступил в Минский архитектурно-строительный техникум на факультет, на отделение, архитектурное отделение. И у нас в архитектурно-строительном технике, это удивительно было, это 1962-й, 3-й, 4-й год. То есть в эти годы был большой, очень эстрадный оркестр. В те времена, вы молодежь, конечно, вам трудно это представить, в те времена оркестры, это было на пальцах одной руки посчитать, потому что это было громоздко, там саксофон, большие оркестры эстрадные и так далее. Но удивительно, что у нас был один из лучших оркестров в строительном технике, потому что руководителем был у нас Владимир Скороходов. В свое время, не так давно, несколько лет назад, он был замминистром культуры. Это действительно очень талантливый человек был. И вот в этом оркестре как раз и я, значит, играл на ударных инструментах в этом оркестре. У нас гитаристы там были и так далее. Но еще никаких групп вот этих вот, Битлз там и других, о которых вы, наверное, знаете, молодежь, слышал, нет, такую группу? Битлз была такая. Битлз. Битлз. И Скорпиус группа. О, Скорпиус. Ну ты, да, нет, ты уже копнул следующие годы, там, 70-е, там, когда уже тяжелые. А Битлз в каком году? Ну это еще 60-м, там, начало 70-е. А вот это произведение, которое на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Да, ест. Это Битлз на этой игре, да? Да, ест, да, это битлз как раз. Да, ест. Битлз. 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 группы молодежные на Западе, почему они вообще появились? Потому что в то время действительно существовали только лишь большие оркестры, а вы понимаете, что играть на саксофоне, это значит, надо иметь образование специальное. А мальчишки хотели петь свои песни, им эта тяжелая музыка, вот эта вот сложная такая, значит, как-то не очень ложилась на сердце, и вот начали создавать. А какой инструмент наиболее простой? Ну, гитара, вот если появились эти первые группы гитарные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, когда они появились, и мы там нашим архитектурно-строительными техниками тоже создали такую группу, которая называлась «Золотые яблоки солнца», полное название. Это по рассказу Рея Брэдбери «Золотые яблоки солнца», тогда мы были романтики и так далее. Вот это одна из первых в Беларуси рок-групп. У нас там действительно, как ты говорила, пел на один курс ниже меня Толик Волк, который руководил этой, ну, потом, позже, так сказать, музыкальной частью. И Леонид Барткевич, он же архитектор, тоже строительным техникам учился на курс ниже. Вот мы, вот у нас это была создана группа, вот это вот, «Золотые яблоки солнца». И стали называть просто «Золотые яблоки», короче. Вы, вот вы сейчас мне сказали, что Леонид Барткевич создал группу «Золотые яблоки». Ну, он создал, он сказал, что он создал эту новую группу в Москве там, да, и сказал, что это та первая группа, в которой я пел и играл. Это как раз вот это «Золотые яблоки», которое было в архитектурно-строительными техниками. Не страшны мне ни ветер, ни пурга, я спешу на лыжах, на курганах, чтоб потом со свистом не слететь, вниз лететь, песню беть, вниз лететь, песню беть. Странно мне смотреть на тех людей, что торопятся в тепло скорей, Ну, а я могу весь день бродить, как зиму мне не любить. Как зиму мне не любить, я люблю морозную зиму, с ярким солнцем, с елями в снегу, снег скрипит и ветер щеки жжет. На реке искрится лёд, на реке искрится лёд. Дело в том, что тогда, как мы действительно неплохо на то время играли, ещё не было песнеров, тогда ещё у Мулямина были ливоны, ливоны назывались, только инструментальные вещи они играли. И появились такие вот рок-группы, это первые ансамбли у нас при институтах. Особенно много было. Вот удивительно, почему архитекторы такой большой вклад в эту музыку внесли. В строительном технике были золотые яблоки, а в палестническом были зодчие. В своё время зодчие выступили на ОЛО в Советском Союзе, был конкурс такой о ломающем таланты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это был фурор на весь Союз в Белоруссии, да так поют, да так играют. Это зодчие, это тоже архитекторы, и там же были ещё синие гитары, тоже архитектурная группа из архитекторов у нас создана была. Вот так вот было. Так как мы неплохо играли тогда, тогда нас, в общем-то, опять же я вам повторяюсь, эта музыка звучала, и поэтому власти, органы компетентные, они под своё контроль взяли. Ну и вот, например, нам было предложено на радио, на телевидении, несколько раз мы выступали на радио, на телевидении. В принципе, я говорю о том, что мы первая группа, которая на радио выступила. Ну, есть, каждый как бы своё отстаивает. Но в 1968 году был первый бит-фестиваль в Радиотехническом институте. Первый такой, ну, фестиваль рок-групп в Советском Союзе. Ещё нигде не было, ни в Москве, ни в Петербурге, нигде ещё не было. Только именно в Минске прошёл этот первый фестиваль. Но, опять же, это в 1968 году. В 1968 году было, вы знаете, события в Чехословакии. 1968 год в Европе начался тревожно. Волнение во Франции. Демонстранты требовали предоставить независимость колониальному Алжиру. Основная масса бунтующих – молодёжь. Большинство парней – длинноволосые. Поражение в соцлагере. Чехословакия пыталась придать жизнеспособность государственному социализму. Там назревала пражская весна. По всей стране митинги, демонстрации. И здесь, в центре событий, длинноволосая молодёжь. Когда всё, что произошло в Чехословакии, значит, всё свалили на длинноволосые. Длинноволосые были виноваты во всём, и поэтому нас ловили, стригли. То есть мы были врагами народа, очевидно. Меня вели тоже под кличкой «Битник». Потому что мы любили музыку не ту, которую надо было любить. И после «Золотых яблок» мы записали, несколько телевизионных программ было записано и так далее. Вот эта запись, которая появилась сейчас, она меня удивила, потому что меня внук мой спросил, «Ты в «Золотых яблоках» играл?» Я говорю, да, в «Золотых яблоках». Появилась в интернете, значит, запись. Конечно, мы записывали эту музыку, да, но куда она делась, я даже и не могу и вспомнить. И вдруг кто-то выложил вот эту запись, которая сейчас в двух частях, она существует. И на Ютубе можно её найти, и на нашем сайте тоже она выложена. На Ютубе нашего сайта. «Золотых яблоках» Удивляются везде Ивана-Марья, Символ любви. Тихо колышутся цветы Яркой толпой. Каждый цветок своей мечты Делит собой. Только два цветка весь день Пылают шаром любви. Удивляются везде Ивана-Марья, Символ любви. Я почему это говорю? Я, например, вот сейчас, когда собрались как раз те, кто 50 лет назад участвовал в этом первом урок-фестивале, как раз, но многие не слышали, как играют «Золотые яблоки». И я как раз, когда там выступал, вот буквально две недели назад, я и сказал всем, я прошу, посмотрите эти записи, тогда будет понятно, почему. Мулявин, когда уже были песниры, он взял из «Золотых яблок», услышав эти записи, Борткевича, Чесика Поплавского, брата Едвиги, она тоже у нас играла в «Золотых яблоках», и взял Андрея Гитгарса, то есть три человека. «Золотых яблоках» И еще у нас вот на этой записи там Людмила Исупова, он и ее взял, то есть она тоже участвовала в мюзикле, в котором песниры написали, то есть даже Исупова. А вот на этой записи «Золотых яблок», там первые две песни, как раз она тоже участвует в этой записи Людмила Исупова. «Золотых яблоках» «Жаль, что тебя не встретил двадцать лет». А там, на этом мероприятии, которое проходило в кафе «Грай», вот там представляли, ну, все потом играли и пели и так далее, и так далее, а я в рясе с крестом там был, ну, конечно, понятно, как раз вспоминали второй бит-фестиваль, который в 70-м году был. В горкоме комсомола возникла такая идея пригласить, значит, людей, которые, так сказать, владеют умами молодежи из каждого вуза. И от консерватории пригласили меня. Ну, и, значит, говорят, ну, вот предложите что-нибудь такое, чтобы всех заинтересовало, чтобы молодые люди пошли за вами. Ну, я говорю, давайте сделаем фестиваль. Понятно, что в юбилейном Ленинском году такой фестиваль просто не уместен. И фестиваль перенесли на год позже. Но слово «рок» на всякий случай решили убрать. Фестиваль молодежной музыки. И место проведения тоже. Актовый зал радиотехнического. В жюри Евгений Коновалов, кумир прошлого фестиваля. Возглавил жюри молодой композитор Сергей Кортес. Но зрители с трудом пробившиеся на концерт в недоумении ожидали совсем другое. Рок-музыку. А тут привычный советский репертуар. Только что под электрогитарой. Программа была утверждена заранее и отступать от нее категорически запрещалось. Разочарованная молодежь реагировала вяло. После окончания вежливые аплодисменты. И там, значит, он довольно грустно был, потому что очень сильно контроль был. Только лишь советские песни. И там это все так очень грустно, нудно было. И в конце выступила супергруппа. То есть самые лучшие наши рок-музыканты в Беларуси на то время. И как только начали играть, вот там был Кондрусевич. В радиотехническом институте вверху такие отверстия для вентиляции. И каким-то образом молодежь, ну, поскольку все билеты раскупили, они как-то забрались на чердак и вот свесили голову и сверху и смотрели, значит, на то, что творилось на сцене. Это был, конечно, сюрреализм такой, что... Кондрусевич этот получил в прошлом году премию государственную, то есть он лауреат государственной премии Республики Беларусь за свое музыкальное творчество. У него там много мюзиклов он написал и так далее, и так далее. Ну вот, лучший гитарист у нас был в Беларуси. Гольник, он скончался. Со мной, так как мы дружили, со мной он много раз выступал, вот как раз с... Ты, кстати, если хочешь, скажи этой самой нашей Ольге Патрии. Вот с Ольгой Патрией, да, с нашей, угольник, и я вот, ну со мной они ходили в тюрьму мы ходили, там в госпиталь выступали. Вот этот замечательный человек, он, к сожалению, скончался. Он преподавал в Академии музыки гитару. Его давно не стало. Да, давно его не стало, к сожалению. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На второй день фестиваля мы решили выступить сами. Володя Угольник был на гитаре, Андрюша Гитгерц на клавишных, я на бас-гитаре. И ударником мы пригласили Игоря Коростылева, известного всем отца Игоря. И я помню только, что вот эта группа вытворяла такое, что я не мог понять, как это вообще бывает такое. «Такое» – это композиция «Мисс Молли» из репертуара группы «Криденс Клеавота Ревайвл». «Субтитры подогнал «Симон»» «Субтитры подогнал «Симон»» «Субтитры подогнал «Симон»» И они бегали так вперед и назад, и пели по-английски. У меня было так странно, что такое допустили. Там лежал, заревел, зарычал, потому что всех знали, нас, кто там вышел как раз. И тут начали там махать этими пиджаками и так далее. До пелени, до середины, вдруг на стену забегает какой-то мужчина взрослый уже и закрывает занавес. Как потом оказалось, это был представитель из ЦК партии, кулировавший культуру. Люди, которые не понимают вот эту музыку, ну, какой-то, наверное, чувствовали, что она может каким-то образом влиять на устои. На музыкантов начались настоящие гонения. В армии там, когда я был, меня предупредили, я лег в госпиталь. А этот особист приходил и требовал помещения для допросов, а врачи говорят, нет, у нас помещения, у нас все занято. А он тяжелобольной, лежит, значит, там чуть ли не при смерти, и мы не допустим, значит, чтобы там куда-то его там, значит, водили. И вот они там, когда, значит, в супергруппе меня представили, а там сидели эти люди, там все же в возрасте уже. Там, например, те же зодчие, да, которые сидели, или синие гитары, в синих гитарах я играл уже, когда в институте был. Это уже маститые наши, знаменитые наши архитекторы. То есть это люди в возрасте, которые директора, там, не знаю, там, главный архитектор, минспроекты и там и так далее. То есть вот такие вот там сейчас уже те люди, которые в этом возрасте. И как раз немножко там начали дискутировать насчет того, откуда взял Мулявин, Касивьяс, Канешину и скрипять мои лапти. Потому что на самом деле там, ну, например, зодчие на «Алло, мы ищем таланты», это, опять же, конечно, начало, ну, может, 70-х или, конечно, 60-х годов. 70-х годов, да, начало 80-х. Они говорят, что мы, это самое, они, что они Касивьяс, Канешину как бы обработали. Хотя я одно интервью читал, и там была написана интересная фраза. Кто-то из них давал интервью. В интернете есть это, мне выскочило. Что отец, не отец, Игорь Коростелев принес нам, значит, им, зодчим Касивьяс, Канешину. Касивьяс, Канешину На самом деле так оно и было. Так как у нас Чесик Поплавский и Едвига Поплавская были в составе, то мы взяли просто, если вы знаете, что их отец, он удивительный человек, он собиратель, у него целый том огромный фольклора белорусского, который он по деревням собирал и так далее. Вот мы просто взяли из его сборника две песни Касивьяс, Канешину и Скрипеть мои лапти. Ну я там на этом красивом, так сказать, мероприятии сказал, что мы это взяли. Потому что даже Барткевич, когда давал интервью, есть такое по песнярам, история песняров. И там как раз по годам, когда кто пришел туда, к ним и так далее. И вот там есть запись такая из истории песняров, да? Что когда пришел Леонид Барткевич, он предложил Мулявину две песни, которые исполняли «Золотые яблоки», то есть «Касиясь, Канешина» и «Скрипеть мои лапти». Так вот «Скрипеть мои лапти» есть на этой записи. Можете посмотреть, как мы там как раз это все исполнили. Скрипеть мои лапти, я кидут о тебе, а я коль о тебе, думаю, что в небе. Скажи, Ганулька, а ты правду мне? А ты любишь меня, не оттяни. Скажи, Ганулька, а ты правду мне? А ты любишь меня, не оттяни. Послушай, Ганулька, а что люди кажут? Нашего каханя ничем не развяжут. Николи нас не смогут силою, Бо мы будем жить здесь милою. Николи нас не смогут силою, Бо мы будем жить здесь милою. Послухай, Ганулька, что слова спевает, Повная она наша, у всего разная. Скажи, Ганулька, а ты правду мне? А ты любишь меня, не оттяни. Скажи, Ганулька, а ты правду мне? А ты любишь меня, не оттяни. То есть неожиданно появилась эта запись. Там на самом деле две было программы телевизионных. Это одна, там такие зимние две песни, вы посмотрите их, послушайте. И это как раз мы выступали, Были проводы зимы какой-то там, Какое-то чучело там зимы сожгли, Что-то такое, мы там по снегу бегали. А первые записи, это было кафе, Ну ресторан Журовинка. Тогда это только построили, И он был самый шикарный, Минский такой ресторан. То есть вот такая предыстория на самом деле. Потом у нас получилось так, Что часть ушла в песниры, А часть в гитаристы, все остальные. Я не хотел этого. Я не любил такую музыку, честно говоря. Я пел тогда, Ну под английский, можно сказать, Я не сказал бы, что я на английском пел, Но хотя там переводили что-то там такое. Имитировал на английском. Тяжелую музыку, в общем. Поэтому я ушел в другую группу, Она называлась Наследники, такая группа. Это играли западную музыку, И были даже запрещены обкомом комсомола. Но люди как-то брали нас играть в клубы, Потому что много людей шло. Там через окна лезли, там и все такое. То есть у них, конечно, был доход, Они нарушали вот этот запрет. Потом эти ребята уехали на Луг. Опять же, встал вопрос. Я остался архитектором. Играл для своего удовольствия, И пел там такую-то музыку. Опять у нас получилось, вот в Наследниках. Они поехали на юг, там решили, Здесь нечего делать, они уехали на юг. И так мы разошлись с ними. Но меня просили, умоляли, Там за мной ходили, И я ушел в другую, еще в одну группу. Дисканты называлась. Это очень хорошая группа, Профессиональная была совершенно. Мы ездили на юг, тоже в Ялте играли там, И так далее. И на радио, на телевидении выступали. Пришли на телевидение, Что-то сыграли из западной музыки. Нам сказали, что ребята, все отлично. Но, извините, надо другую песню. Какую? Красные звезды, каленые клинки этого, лучинка. Нам пришлось ее выучить, чтобы выступить по телевизору. Хотя мы душой абсолютно к этой песне не лежали, Но выхода у нас не было. Самое интересное, Что в то время были контакты, В советское время были контакты С иностранными институтами, Организациями. И вот КГБ, молодые хлопцы, Значит, нас приезжают французы-англичане, Давайте, ребята. И мы там, значит, все, там как надо, Самая последняя музыка. Там эти французы, там диск, Дайте нам диск ваш. Мы говорим, нет у нас дисков. Как нет? У нас такие группы имеют диски, Обязательно там, и так далее, и так далее. А наши молодые ребята, студенты, Как бы студенты. А нам что нужно было от иностранцев? Джинсы. Тогда ж не было джинсов вообще. Нам надо было джинсы. И мы там, их там как-то там быстрее там, С этими джинсами. Все подходит ко мне так, пританцовывая. Если хочешь в институт закончить, Значит, если подойдешь еще к нему, В институте тебя не будет больше. Все, хорошо. То есть, они пасли нас. Но самое интересное, Они нас запрещали одновременно, Когда надо было для иностранцев Показать, что у нас такое тоже есть, Они нас приглашали. Вот такие как раз комментарии К этому появившемуся у нас на нашем сайте. Как раз вот эти вот два, Две части, На которых играют золотые яблоки. Посмотрите, потому что это буквально там начало, Там, я не знаю, 1900, может, 71-й год, 70-й, 68-й какой-то. То есть, очень-очень давно. Ну вот, зато вы почувствуете там, Как бы этот уровень, Который тогда у нас был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...